Сразу пять городов Казахстана в этом году будут претендовать на получение звания умного города. Итак, это Караганда, Алматы, Актобе, Шымкент и Астана. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Это значит, что часть дорогостоящих затрат на себя возьмут бизнесмены. Проект этот для Астаны актуальный, хотя и не новый. В прошлом году Астана уже успешно внедрила такие проекты, как система электронного КСК или система СЕРГЕК. Но для Осета Исикешева и его команды 2018 год — год особенный, год юбилейный, 20-летие столицы. Поэтому работы в этом году предстоит очень много. Перед Новым годом Осет Исикешев отчитался в правительстве о том, что уже сделано, и о том, что только предстоит сделать. Итак, в этой программе расскажем подробнее. Частные инвестиции в Астане пойдут на организацию сервисной модели информатизации. А использовать разработчики проекта намерены лучшие мировые и отечественные практики бенчмаркинга. Но для начала, что же такое концепция устойчивого развития столицы? Она реализуется в рамках дорожной карты по поручению главы государства о необходимости разработать план мероприятий по вхождению города Астаны в рейтинг 50 умных городов мира. Программа направлена на повышение качества жизни и благосостояние населения, улучшение и модернизацию инфраструктуры Астаны и уровня общественной безопасности. Смарт Астана облегчает взаимодействие граждан с администрацией, предоставляет возможности горожанам для личного и делового развития. Open Data – это портал открытых данных, предназначенных для разработчиков IT-решений. Сейчас он функционирует в бета-режиме, окончательный запуск планируется в течение следующего месяца. Данное решение направлено на развитие казахстанских стартапов и привлечение их для решения городских задач. По таким направлениям уже запущена эта электронная КСК, дежурная служба 109 в рамках транспортной системы движения автобусов. Проекты на стадии реализации. Их реализация планируется в 2018 году. Первое – внедрение блокчейн-технологий в земельных отношениях. Сейчас реализуется пилотный проект по внедрению этой технологии в процедуре земельного аукциона, что позволяет обеспечить прозрачность. В первом квартале 2018 года будет завершен пилот и будет рассматриваться внедрение его в других сферах. Проект 109, о котором рассказывает столичный Аким на заседании правительства, в Астане уже успешно работает несколько лет. Начиналось все с обычных телефонных звонков жителей с жалобами, к примеру, на коммунальные неполадки. Теперь же это полноценная служба, помогающая горожанам. Служба 109 работает в круглосуточном режиме. У нас в данное время, как вы видите, на рабочих местах сидят 15 операторов. Они в режиме реального времени в течение сутки принимают вопросы по коммунальным бытовым вопросам. Значит, служба 109 мониторит. Значит, где-то у нас более 300 направлений мониторим. Мы, значит, располагаем, значит, по информации по городу, по планам аварийным работам. Значит, мы обращение к Акиму города идет через службу 109. Также мы работаем через социальную сеть. Я могу, значит, привести такую статистику. В этом году мы уже за, значит, с 1 января по вчерашний день приняли около 440 тысяч звонков и обращений. Интеллектуальный контакт Центра Астаны был создан 1 января 2016 года. То есть опыт местные специалисты уже имеют. Чуть больше года работы. Проект заработал на базе службы 051. Это единая точка приема всех обращений столичных жителей по всем вопросам коммунально-бытового характера. Но контакт Центр подразумевает обработку обращений не только посредством телефонных звонков, электронной почты и портала Smart Astana KZ. В дополнение столичные жители смогут подавать свое обращение через социальные сети. Запущены официальные страницы Astana 109 в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram. И единый хэштег Astana 109. Любая заявка в онлайн-режиме фиксируется и передается исполнителю онлайн в течение 5-10 минут. После этого заявителям мы предупреждаем, что мы направили его заявку, к примеру, о вывозе мусора. Они выезжают, устраняют проблему и нам отчитываются. Мы заявителя информируем и заявка снимается с контроля. Много разных вопросов поступает ежедневно, порядка двух тысяч. Один оператор обрабатывает, бывает, примерно 40-50 заявлений. Например, жалобы на отключение электроэнергии, возникновение аварийных коммунальных ситуаций. Перенаправляем в соответствующие адресу заявки КСК. Если поступают справочные вопросы, отвечаем на них в течение минуты. Единый центр взаимодействует со многими службами города, в числе которых экстренные и коммунальные. Одновременно он может принять до 60 звонков. Это и есть основа умного города. Оперативность, мобильность, отзывчивость на городские проблемы. Ведь в ключевых характеристиках умного города прописан прежде всего комфорт, безопасность, эффективность и экологичность. К примеру, программа «Смарт Алматы» снизила уровень теневой экономики в казахстанском мегаполисе благодаря обеспечению рыночного функционирования транспортной системы «Онай». Это система электронной платы за проезд в общественном транспорте. А уже в этом году астанчане смогут узнавать расписание автобусов по QR-коду. Для этого в городском приложении «Смарт Астана» появится новая функция – чтение QR-кодов остановок, с помощью которых жители смогут сканировать код и получать информацию о маршрутах автобусов, курирующих на этой остановке и времени их прибытия. Функционал будет похож на тот, что используют жители Астаны для доступа к электронной библиотеке, а также надомных табличек с адресом и информацией о доме через QR-код. Но и это еще не все. В отчете в правительстве Осет Исикешев рассказал о работе на этот год. Следующий важный системный проект – это Big Data Open Source «Астана Интернет Вещей». Запущен проект, который позволяет осуществить поддержку принятия решений на основе обработки больших данных, позволяющий выявить факты неправомерной регистрации жителей на ранних стадиях, планировать потребность школ, дошкольных учреждений, поликлиник и больниц, планировать транспортные потоки и предоставлять информацию бизнесу о потребности в объектах сферы услуг. Планируется, что весь функционал проекта будет доступен к концу второго квартала 2018 года. Помимо этого, в Астане в этом году будет создан единый ситуационный центр в рамках проекта «Смарт-медицина», похожий на тот, который уже работает в Караганде. Управление здравоохранения сможет отслеживать работу медицинских учреждений в онлайн-режиме. Благодаря единому ситуационному центру также можно будет контролировать лекарственный фонд и другие ресурсы в городских аптеках. Планируется, что данный проект позволит врачам уменьшить бумажную работу сразу на 30% и ввести электронную картотеку пациентов со сбором номеров мобильных телефонов и адресов электронной почты. Это, в свою очередь, поможет пациентам беспрепятственно переходить с одной клиники в другую. За опыт в том числе возьмут и наработки столичного ситуационного центра. Там уже разработан специальный регламент работы с населением. К примеру, с начала года в службу 109 поступило свыше 440 тысяч обращений граждан. И для каждого обращения свой алгоритм действий. Закрыть крышки колодцев соответствующие службы должны в течение трех часов. Устранить порыв водопровода за полтора. На поиск причины отключения отопления выделяется 4 часа, электроэнергии 2. Отрабатываемость очень хорошая, потому что мы разработали регламент службы. То есть любой вопрос есть рекламе. В течение какого времени он должен быть отработанный. И согласно этому регламенту мы отслеживаем. Любой заявитель может позвонить в режим реальной времени на короткий номер 109. Оставить свои заявки. И соответственно мы эти заявки дальше принимаем в работу. Отрабатываем. И снимаем, что интересно, что самое главное. Мы снимаем заявку с контроля только после подтверждения заявителя. И еще один важный вопрос, который получит разрешение с внедрением умных технологий в Астане. Это система мультипликативна. В городском Акимате сейчас прорабатывается проект по подготовке кадров. В городе объединят все платформы поддержки стартапов колледжей, чтобы затем разработать специальную программу подготовки IT-специалистов, программистов. Цель программы довести до 1000 специалистов в год. Кроме того, в 10 школах и 4 колледжах уже начала работать сетевая академия ЦИСКО по подготовке 300 IT-специалистов среди школьников. А в 74 учебных заведениях города открыты классы по робототехнике и электронике. Редактор субтитров А.Семкин